Совсем недавно мы рассказывали о том, как Латвия укрепляет свою восточную границу и что прямо сейчас обсуждается вопрос о ее тотальном минировании. Напомним, что некто Зермак до 24 февраля 2022 года регулярно бравировал тем, как проходит разминирование направлений потенциальных ударов РФ. Удивительно, но такие публичные заявления и целенаправленные действия до сих пор не нашли никакой правовой оценки. Хотя по большому счету доказательная база находится в публичном пространстве и достаточно собрать все в одну кучу и можно начинать. Очевидно, что само себя оно считает неприкасаемым и ему не придется давать ответы на подобные вопросы и на каждой странице своих ответов писать «С моих слов записано верно и мною прочитано». Что ж, чем глубже в этом уверенность, тем больший сюрприз кого-то ожидает в будущем. Как видим, на ту же угрозу, которая вылилась Украине в широкомасштабное вторжение, Шмаркля со всей зеленой шоблой действовали прямо противоположным образом. И из-за этого мы теперь следим за сообщениями об отбое очередной воздушной тревоги. А вот Латвия показывает, как должна действовать не смердящая лаптями и портянками власть. К тому же стало известно о том, что новый член НАТО Финляндия действует не менее последовательно и решительно. Приходят новости о том, что переговоры между Финляндией и США по вопросам безопасности находятся в продвинутой стадии. Специалисты обеих стран сейчас решают практические вопросы, относящиеся к сути будущего соглашения DCA. Речь идет о размещении контингента американских войск на территории Финляндии. Это не войска НАТО, а непосредственно военнослужащие США, не входящие в состав многонациональных сил. Об этом на встрече с представителями Ассоциации политических журналистов заявил президент Финляндии Саули Нинистио. Он отметил, что переговоры ведет не только Финляндия, но также Дания и Швеция. А Норвегия уже заключила двустороннее соглашение с американским правительством, и поэтому отношения двух стран в области безопасности имеют уже два слоя. Уровень взаимодействия в рамках НАТО и второй на основе двустороннего соглашения по безопасности. Заметим, второй вариант является основанием для постоянного присутствия американских военных на территории определенной страны. Подобные вещи в рамках НАТО имеют другой механизм и конечный формат взаимодействия. У всех еще свежи воспоминания об Анжелочке Меркель и том, как она сама легла под Путина, пытаясь затянуть под него всю Европу, сделав НАТО практически бесполезной структурой. Не забыты туманные рассуждения о целесообразности защиты стран Балтии на случай вторжения РФ. Все цивилизованные страны, которые имеют общую границу с Московией или находятся в непосредственной близости, разрабатывают и вариант Б – прямые договоренности со штатами. Текущие переговоры интересны тем, что они становятся основанием для открытия военных баз США. Уже точно известно о том, что на территории Финляндии американцы разместят свой контингент на авиабазе в провинции Лапи, где скоро появятся и финские Ф-35. Путин долго нудил о том, что войну с Украиной начал, потому что не хотел получить военные базы НАТО и США рядом со своей задницей. Но на испытанный не одним чемоданом копчик КГБшного завклуба начинает предательски давить натовский сапог. Субтитры создавал DimaTorzok